Добрый день! Прямой эфир продолжает Аллото Лайв. В студии работает Джолдош Исаков. Сегодня страна отмечает День Истории и Памяти Предков, установленный в 2017 году. Глава государства уже поздравил кыргызстанцев, отметив следующее. Наша история насчитывает по меньшей мере 3000 лет и сказал, мы никогда не забудем основателей нашей государственности, представителей передовой кыргызской интеллигенции. О значении этого дня для нашей общей истории мы поговорим с нашим гостем Аскаром Джакишевым, доктором исторических наук, профессором КРСУ. Оскар Муркович, добрый день! Мой первый вопрос. Какое значение имели события 7 ноября 1917 года на историю нашей страны и на наш народ? Ну, трудно переоценить Великую Октябрьскую социалистическую революцию, хотя первоначально сами партия большевиков и Ленин, они рассматривали это событие в октябре 1917 года как государственный переворот. Но после этого взятия Зиме дворца и взятия власти, советская власть провела такие революционные преобразования, то действительно это событие 1917 года в октябре, оно приобрело значение как Великая Октябрьская социалистическая революция. Потому что Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года, она дала толчок просто изменению всех мировых событий на тот момент. Произошли подобные попытки установления советской власти в Венгрии, в ноябре, в Германии, в Иране, в Афганистане, то есть во многих странах, в том числе даже в Китае, многие народы, в том числе и которые находились в условиях колониального правления, началось национальное событие движения, в некоторых странах попытались тоже установить власть рабочих крестьян, и собственно весь XX век это шел под лозунгом, под этим событием Октябрьской революции 1917 года. То есть перед человечеством был поставлен новый путь, новый курс на построение не капиталистического пути развития, а социалистического пути развития. Многие народы Азии, Африки, Латинской Америки, политические партии ставили задачу тоже построения социализма в своих странах, в своих государствах. Поэтому и конечно для народов Средней Азии, в том числе и для кыргызского народа, это имело просто эпохальное значение, это событие октября 1917 года. То есть в течение многих, в течение XX века Кыргызстан просто преобразился из отсталой окраины царской России, он стал передовой развитой Санкт-Петербургской республикой. Экономика у нас была индустриально-аграрной, у нас были такие отрасли передовые, как электронная промышленность, приборостроение, гидроэнергетика и так далее. То есть даже на конец 80-х годов, за последние годы перед распадом СССР, по своему техноэкономическому потенциалу, по передовым технологиям, Кыргызстан опережал и Казахстан, и Узбекистан. Вообще, сами события Великой Октябрьской социалистической революции, это то событие, которое повернуло развитие истории вообще в другую сторону, да? Вот настолько это повлияло вообще на развитие самой мировой системы, на переосмысление взглядов, отношения к человеку. Да, это был новый какой-то магистральный путь, это путь, где отсутствует эксплуатация человека человеком, где дается полная свобода творчества людей, свободный труд, социальные блага, права человека, демократические свободы и так далее. Другое дело, как это было реализовано, потому что когда был взят курс где-то с 1925 года Сталином, его командой на построение социализма в одной отдельно взятой стране, то соратники из партии большевиков были многие против, что это не входило в каноны учения Маркса, Ингельса, о том, что Дек говорил, утверждал, что социализм может победить в развитых капиталистических странах, где есть квалифицированный многочисленный рабочий класс, но царская Россия, она ни по каким параметрам к этому не подходила. Единственное, что было объяснено, что в России есть партия большевиков, передовый отряд рабочего класса, который полон решимости осуществить все эти преобразования социалистические, несмотря на негативные, объективные условия, которые имели место в царской России. В следующем году мы будем отмечать, праздновать столетие основания Карагаргизской автономной области. Указ президента подписан. Какое значение имеет это событие? Образование первой, наверное, какой-то территориальной единицы, современной. Да, 14 октября 1924 года в ЦИК СССР принял решение об образовании Карагаргизской автономной области в составе РСФСР. Много было обсуждений в преддверии этого решения, проходили всенародные обсуждения. Ставился вопрос, а Карагаргизская, по-моему, куда войдет? Одни прилагали состав РСФСР, другие прилагали состав Казахской АССР. И там, и там приводились веские доводы, но было все-таки принято, на мой взгляд, верное решение о том, что Кыргызстан должен идти как автономную область в состав РСФСР, которая обладает большим экономическим, культурным, научным, техническим потенциалом. И, конечно, находясь в составе РСФСР, Карагаргизская автономность, она получит все необходимое для становления своей государственности, экономики, социальной жизни, образования, медицины и науки. Это первый шаг к созданию современной государственности в наше время, да? Ну, собственно, когда партия большевиков во главе с Владимиром Лениным взяла власть, то, собственно, у них и в программе было предусмотрено о том, чтобы покончить с неравенством, которое имели место, с национальным неравенством, которое имели в царской России, да? Поэтому вовлечь коренные народы, в том числе и в Средней Азии, в государственном управлении по строительству социализма, вот, в период гражданской войны и военной интервенции, в 18-20-е годы на территории Средней Азии была образована Туркестанская автономная советско-социальная республика, которая объединяла и кыргизов, и узбеков, и таджиков, и туркмен, да? То есть, сами условия военного времени требовали вот такого огнения народов в единую автономную республику. Ну, а после окончания гражданской войны, значит, уже во весь рост стала задача о том, чтобы, значит, решить проблемы вот этого национально-территориального, значит, размежевания. Вот. Собственно, эта инициатива исходила снизу, вот, то есть, это не сверху, потому что в целом большевики, значит, у них была задача объединения всех народов в единое государство на равноправных началах, но был такой, очень такая, такой формула, очень правильно выработанная Лениным, он сказал, чтобы объединяться, надо сначала разъединяться, то есть, надо сначала разъединиться, а потом на равных правовых основах снова соединиться, да, соединиться. Поэтому вот шел долгий процесс по созданию кыргызской государственности, государственности народов бывшей царской колонии Туркестана. Вот. То есть, это время было занято тем, что готовили кадры, был создан в Москве коммунистический институт, коммунистический институт трудящихся, где вот готовили кадры для будущих национальных республик. Шла большевизация Советов, потому что во времена новой экономической политики в советские органы проникло большое количество представителей буржуизии, байманапского элемента, их называли почетными лицами, потому что вот эти родноплеменные отношения, они еще имели большую силу, и во время выборов советы, значит, сородичей, они зачастую, в большей части, они голосовали на выборах в пользу вот своих этих байманапов. Вот. Это все надо было, значит, удалить байманапов из советов. Вот. Создавалась добровольная милиция, чтобы как-то пресекать нарушения общественного порядка и вылазки контрреволюции. Вот. Также в областных центрах создавались партии на советские школы тоже, где шла подготовка национальных кадров. То есть проводилась такая политика коренизации, что привлечение коренных народов в управление государством. Вследствие этого появилась такая, условно, массовая интеллигенция уже современного вида, потому что это еще дискуссионный вопрос. Кто-то говорит, что интеллигенция появилась уже после установления советской власти, кто-то говорит, что она была малочисленной, но она была еще в царское время. Но если говорить о массовой интеллигенции, она появилась вследствие вот этих преобразований? Ну, безусловно. Потому что, собственно, во времена царской России вопрос о том, чтобы привлекать коренное население к управлению территориями, не имел никакой почвы. Ну, действительно, во времена царской России избирались волосные, так называемые балуши, и царская администрация колониальная, она, собственно, не вмешивалась во внутренние дела, на местном уровне дела кыргызских, кыргызского народа, кыргызского населения. Там полностью управляли волосные балуши, ставленники байманапов. Вот. Поэтому была определенная верхушка. Она такая более аристократическая была, да? Ну, надо сказать так, что да. То есть, это можно сказать, что такая правящая верхушка, она, собственно, и поддерживалась населением, и признавалась населением, что байманаповская верхушка, она имеет определенные права, значит, имеет полное основание быть правящей верхушкой. Президент в своей речи сказал, мы с благодарностью преклоняемся перед памятью наших предков, ставших жертвами кровавых репрессий. Одно вытекает из другого. Их деятельность привела к тому, что они в итоге были, скажем так, репрессированы. Ну, вот посмотрите, все революции, они пожирают своих детей. Английская буржуазная революция. Собственно, сколько там голов было сечено. Отсекали головы со слове дворянства. Потом сами, значит, английские буржуа тоже пострадали, когда... Великая французская революция, она... Великая французская революция, там десятки тысяч людей погибло. Значит, гильотина работала без устали, да. Вот, поэтому, естественно, и любая революция, в том числе и Октябрьская революция, она вот страдает вот этими, как бы, вот этими факторами, репрессиями. Вот, ну, естественно, на репрессии наложилось то, что Советский Союз находился в условиях враждебного окружения. Вот, также был такой принцип, что по мере дальнейшего развития, углубления строительства социализма, классовая борьба будет нарастать. Вот, хотя уже, собственно, уже в 30-е годы, уже, собственно, и особого такого сопротивления не было, да. Но, тем не менее, вот, основываясь на том, что классовая борьба должна нарастать, в любой какой-то там заводском браке, в любом там поломке станка, невыполнении плана. Видели происки врагов. Происки врагов, что вот эти диверсанты, дезертиры и так далее, которые хотят изнутри набредить строительство социализма. Оцените, пожалуйста, роль передовой нашей интеллигенции, которые положили головы для того, чтобы создать эту самую государственность, современную. Действительно, советская интеллигенция, это первое поколение, оно, это вот детище советской власти, коммунистической партии. Они все были коммунистами, большевиками, они верили. Они были все едины. Да, в идеалы социализма, да. Вот, ну вот, то, что я, как и отмечаю, что все-таки построение социализма в одной стране, во враждебном окружении, в стране, где, значит, отсутствует квалифицированный рабочий класс, отсутствует низкая грамотность населения, поэтому, конечно, в этих условиях, когда к власти пришли, вот такая вот малограмотная масса, значит, людей, конечно, они допускали большие ошибки. То есть, не все хорошо, не все знали, практически большинство не знало, что такое учение Маркса, Ленина, поэтому вот в основном вверх взяла вот эта, значит, партийная советская бюрократия, да, малообразованные, но которые вот могли работать по приказам, бездумно, да, бездумно. Поэтому вот эти огрехи, вот эти всего, они вылились, вот эти политические репрессии. Собственно, и сама обстановка в условиях административной командной системы создавала условия, когда люди могли спокойно писать доносы друг на друга, на коллег, по работе, на соседей и так далее. Где-то посчитали, это около полтора миллиона было доносов направлено, это в рамках всего Советского Союза, вот, когда вот люди при помощи доносов решали какие-то свои личные неприязненные отношения, вот, в отношении коллег и так далее. То есть, здесь вот было много субъективизма, поэтому... Партийная, внутри партийная борьба тоже отложилась на количестве жертв среди руководства тогдашнего? Конечно, в первую очередь, страдали именно партийцы, почему? Потому что внутри партии была запрещена дискуссия, была запрещена фракционная борьба и так далее. Любое, как говорится, оппозиционное, которое расходящее с генеральным курсом партия воспринималось как враждебное. То есть, вот это приводило к тому, что вот устанавливался такой догматизм, и сама партия, она переставала развиваться. Потому что развитие страны, развитие политического движения, оно должно идти вот в условиях дискуссии, проб и ошибок, но все это строго пресекалось. Поэтому оттуда и появился культ личности, когда первое лицо государства и партии, его слова, его решения считались незыблемыми, и невозможно было их что, опровергнуть? Вождь не может ошибаться? Вождь не может ошибаться, да. Поэтому было огромная масса ошибок, к сожалению. И в совершении, пожалуйста, резюмируйте события 7 ноября 1917 года, Великой Октябрьской социалистической революции для нашей страны, еще раз, пожалуйста. В результате Великой Октябрьской социалистической революции 14 октября 1924 года была образована Киргизская автономная область в составе РССР. В 1926 году после дня докладных обращений руководителей Киргизской области о преобразовании нашей области в автономную республику, эта инициатива была удовлетворена, и в 1926 году Киргизская автономная область была преобразована в Киргизскую автономную республику, то есть это уже позволяло иметь в автономной республике свое правительство, свою государственную атрибутику, герб, гин, флаг, конституцию и так далее, которое было принято в 1929 году, но также автономная республика, Киргизская автономная республика находилась в составе РССР, и дальше за эти десятилетия с 1926 года по 1936 год, когда Киргизская автономная республика была преобразована в Киргизскую союзную республику, за это десятилетие, собственно, киргизский народ, Киргизстан прошел просто тысячелетний такой скачок, такую трансформацию, была подготовлена киргизская национальная интеллигенция, киргизское искусство, театр, оперы, балет, появились высшие и средние учебные заведения, каждый год вводились до 500 школ, средних школ, в 1936-1937 году, собственно, вот уже в 1939 году было пройдено все-союзное переписи населения, уже где-то 85% населения Киргизская автономная республика было грамотно, была проведена коллективизация, была создана основа для индустриального развития, то есть появилась промышленность в сфере переработки, горнорудной производства и так далее, то есть были созданы все условия к 1936 году, о том, что автономная республика может быть преобразована в Киргизскую, значит, Советскую союзную республику, то, что, собственно, и произошло. Став уже союзной республикой, полноправным членом Советского Союза, уже Киргизстан сделал уже решительный шаг, как решающий шаг в сторону обретения современной государства. Формально-рюридически это была, значит, суверенная Советская республика, если, будучи автономной республикой, республиканские власти, значит, автономной республики, они подчинялись органам власти в Ташкенте, органам власти, значит, РСФСР, правительству, и союзному правительству, то есть вот, то есть сверху было три инстанции высшестоящие, поэтому очень трудно было решать, сложно и долго решать все эти вот эти вопросы экономического характера, социального характера, ну, а после того, как в автономной республике была привязана в союзную республику, то, значит, все вот эти Ташкенты, значит, правительство России, оно отпало в Российской Федерации. Напрямую уже союзному правительству. Мы напрямую подчинялись союзному правительству и ЦК, КПСС, да. Спасибо за ваши ответы. Еще раз напомним, сегодня кыргызстанцы отмечают День истории и памяти предков, установленный в 2017 году. Глава государства уже поздравил кыргызстанцев, отметив, следующая наша история насчитывает по меньшей мере 3000 лет, затем уже в окончании своего послания он сказал, мы никогда не забудем основателей нашей государственности, представителей передовой кыргызской интеллигенции. О значении этого дня для общей нашей истории мы сегодня побеседовали с нашим дорогим гостем Аскаром Джакишевым, доктором исторических наук, профессором Кыргызско-российского славянского университета. Спасибо, что были с нами. Совсем скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова